Всем привет! Сегодня будем делать пару интересных вещей из дисковой бараны. Они точно пригодятся вам на даче или на отдыхе. Поехали! Лет пять назад на сайте LiveJournal я наткнулся на кулинарное сообщество, в котором рассказывалось про тарелку для друзей из дисков бараны. Мне эта идея понравилась и я сразу же воплотил ее в жизнь. Но моя так называемая тарелка была очень большой и тяжелой. Ее крайне неудобно было брать с собой на природу. На тот момент я смог найти только такую. Но сегодня мы эту проблему исправим. А из большой тарелки сделаем кое-что еще, чего нет на ютубе. Для начала очищаем большой диск от сажи и ржавчины. С такими заготовками приятнее работать. Лучше проходит процесс сварки, да и перед покраской не придется изгаляться, чтобы очистить поверхность. Съездил я в специализированный магазин и прикупил три элемента холодной ковки, которые называются валюта. И вот такое кольцо, которое будет держать нашу конструкцию снизу. После предварительных замеров определяем местоположение кольца и делаем отметки. И начинаем процесс сборки. Прихватываем буквально, как говорится, по одной капле, чтобы можно было потом скорректировать углы. И в итоге вот такую конструкцию мы имеем. Теперь можно накрыть ее диском для примерки. Выравниваем его относительно ножек и можно прихватывать. А после всего этого обвариваем. Решил я избавиться от пустоты на ножках, а также прибавить жесткости. И купил в том же магазине валюту, меньшего номинала. По-моему, так будет симпатичнее. Когда все обварено и обезжирено, можно переходить к окраске. Красить буду черной эмалью. Саму чашу термостойкой до 1000 градусов, а ножки самой обыкновенной матовой. Пока краска сохнет, подготовим инструмент для патирования. Патина у меня будет температуростойкой, подмедь. Наносить ее нужно при помощи жесткой кисточки. Такое в продаже не нашел, поэтому обрежем ворс от самой обыкновенной кисти. Я это делаю обычно канцелярским ножом. А как бы вы сделали эту работу? Пишите в комментах. Кисть обмакиваем в краску, буквально самим кончиком. После этого растираем краску на импровизированной палитре. И почти сухой кистью наносим патину по окрашенной поверхности. Здесь уже все будет зависеть от вашей фантазии. И каждый может почувствовать себя художником. Пока патина сохнет, займемся сеткой. Сделал я из проволоки 4 мм вот такой круг, под размер диска. А в строительном магазине купил сетку с размером ячейки 25 мм. Теперь ее необходимо приварить к кольцу. Делать это нужно аккуратно даже полуавтоматом, так как прутья сетки очень тонкие. Ну а после сварки обрезаем ненужные части обыкновенными бокорезами. В итоге вот такая красота получилась. Ее можно использовать просто как обычный уличный очаг. Согласитесь, приятно сидеть на природе под треск дров и запах костра. Ну а почему бы не сделать то же самое дома или на даче под навесом? Я думаю, отдых будет гораздо приятнее. Также при помощи сетки это устройство можно использовать как гриль и пожарить на нем, как в моем случае, колбаски в беконе. Правда, сетка немного низковата, и я на сегодняшний день уже сделал на ней небольшие стойки. Кстати, друзья, думаю изготовить для себя садовую мебель из кованых элементов. Если такое видео будет вам интересно, пишите в комментариях. Теперь перейдем ко второму диску. Как и в первом случае, его нужно сначала очистить. Для этого есть масса способов. Я же использую УШМ с металлической щеткой. Отверстие в середине диска нужно заварить. Заплатку будем делать из металла той же толщины. А чтобы сделать ее круглой, воспользуемся коронкой по металлу. Накерниваем отверстие для центровочного сверла. Смазываем место реза и начинаем. В итоге после обработки получаем вот такую заготовку. Привариваем ее. Остальные детали были изготовлены мною задолго до съемки. Поэтому процесс показать не могу. Снизу привариваем трубку с внутренним диаметром 16 мм. Ну а сверху, то есть внутри тарелки, шток с нарезанной внутренней резьбой М12. И, конечно же, переходим к тесту. Вкручиваем переходник в наш гриль-очаг и одеваем тарелку. Ветки я специально рубить не стал, так как в таком случае они горят дольше и жар не такой большой. А теперь блюдо от доброго повара. После того, как тарелка хорошо нагрелась, наливаем растительное масло и выкладываем мясо и лук. После этого тщательно все обжариваем. Тарелку можно крутить вокруг своей оси для более равномерного нагрева. Плохо, что камера не может передавать запахи. Они божественны. Настала очередь картофеля. Высыпаем его в середину тарелки и все перемешиваем. Благодаря тому, что блюдо готовится на костре, оно имеет приятный запах дымка. И на этот запах как раз пришла моя супруга и решила мне немножко помочь. Выкладываем шампиньоны. Они готовятся недолго и чтобы ничего не подгорело, дров под тарелкой должно быть уже минимум. Теперь завершающая стадия. Добавляем помидоры. Лучше всего, конечно, сюда подходят маленькие черри. Но поскольку их продажи не было, решил добавить эти. И вот уже почти все готово. Осталось снять тарелку с костра. Ставить ее будем на специальную подставку, сделанную из профильной трубы и пару уголков. Последний штрих от доброго шеф-повара. Это, конечно же, зелень. Ее на природе много не бывает. И, как говорится, приятного аппетита. На этом, друзья, у меня все. Если понравилось это видео, не забудьте оценить его лайком. Пишите в комментах, чтобы вы еще доработали в этой конструкции. А также не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Я думаю, им будет так же интересно, как и вам. А с вами был, как всегда, я Михаил. И это канал Добрый Мастер. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»